В Иркутск с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев. На встрече они обсудили текущее положение дел в агропромышленном комплексе Иркутской области, обозначили основные задачи развития АПК региона. Министр отметил, что в текущем году Иркутской области направлено 1,7 миллиарда рублей. Уровень освоения сейчас уже превышает 80%. Сейчас на Граре активно убирают урожай зерна. В целом показатели мы видим, что на уровне прошлого года также идет сбор картофеля и овощей. И здесь отмечаем, что урожай не свыше прошлогодней. Конечно же, надеемся на сохранение этой позитивной динамики. Но при этом подчеркну, что, конечно же, это очень важная уборочная работа, необходимо совершить в оптимальные сроки. А это нам позволит не допустить потери урожай. И, конечно же, я прошу вас дать поручение обеспечить за этим контроль со стороны руководства органов АПК региона. Хочу отметить, что устойчивое развитие животноводства, ну, конечно же, связано с сохранением эпизодического благополучия. В целом, в Иркутской области ситуация достаточно стабильна. С 2019 года какие бы то ни было высокопатогенные, опасные болезни животных мы не регистрировали. Но это говорит о том, что в регионах вы относитесь к этой ситуации внимательно и не допускаете каких бы то ни было сборов в работе, всплесков и так далее. Это говорит о том, что эта работа налажена хорошо. Поэтому вас хочу поблагодарить. Также Игорь Кобзев и Дмитрий Патрушев обсудили возможность дофинансирования двух важных проектов. Первый – комплексное развитие поселка Жигалово, который предполагает строительство школы на 520 мест и канализационных очистных сооружений. Второй – компактная жилищная застройка в селе Бажир Золоринского района со строительством дорог коммуникаций и благоустройством. Строительство школы в Жигалово, там, где сегодня ПАО «Газпром» вводит в действие свой газохимический комплекс. И здесь все условия, в том числе и по увеличению количества работающего персонала и в том числе и по инвестициям «Газпром» точно нас в этом поддержит. У нас высокая больность, поэтому хотелось бы, чтобы нас тоже поддержали. И второе – в рамках комплексного развития сельских территорий. Это компактная застройка. Мы сегодня выходим, почти что более 300 домовладений готовы построить, а это дает возможность инвестору в Золоринском районе, который сегодня у нас является лидером в агропромышленном комплексе, привлечь еще дополнительные инвестиции и привлечь рабочую силу сегодня в лице сельхозников. Все, что касается именно развития этой территории. Мы построили там в рамках этой программы школу. Мы 1 октября заводим уже учиться детей. Считаем это серьезное событие для Золоринского района. Ну и второе – если будет компактное проживание с этими домовладениями, сегодня все заинтересованы в этом направлении. Хотелось бы, чтобы нас поддержали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова